Друзья, мы продолжаем серию интервью в Дубае на аэрошоу. И удивительно, что на аэрошоу показывают не только вертолеты и самолеты, а еще, как выяснилось, последнюю разработку российского автопрома – это Аурус. Аурус – бренд российских автомобилей класса «Люкс», разработка которых велась Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ. Изначально целью проекта было создание платформы для производства автомобилей, перевозящих высокопоставленных лиц государства, в том числе президентов. Также предусматривалось создание внедорожника и микроавтобуса для сопровождения кортежей. Разработка проекта была одобрена в 2012 году под обозначениями «Единая модульная платформа» и «Кортеж». Впоследствии для названия бренда стали использовать слово «Аурус». Оно образовано от латинского «Ауру», то есть «золото» и английского «Раша» – «Россия». Работа над проектом началась в 2013 году. В качестве отправной точки, по словам начальника управления дизайна НАМИ Юрия Черненко, был выбран Z110. Это был первый автомобиль представительского класса, созданный в послевоенное время в Советском Союзе. Спустя четыре года было объявлено о сборке первых 14 автомобилей проекта для Федеральной службы охраны. Машины, сделанные на базе платформы, были впервые представлены публике в 2018 году на инаугурации президента России. Это были две «Аурус Сенат», «Седан» и «Лимузин». В 2021 году на заводе «Соларс Юлабуга» в Татарстане было начато серийное производство автомобилей. Однако развитие бренд видит не только в создании и продаже автомобилей представительского класса. В 2019 году «Аурус» представила вертолет VIP-класса, созданный на базе машин «Ансад». В 2020 году компания запатентовала изображение электрического мотоцикла, первый прототип которого был представлен год спустя. А на «Дубай» «Эйршоу» в 2021 году публике показали самолет «Аурус Бизнес Джет» — VIP-модель, созданную на базе «Сухой Суперджет-100». Сегодня поговорим с Дамиром. Дамир, расскажи, пожалуйста, а Путин на такой тачке катается или у него другая? Такая только черная. Такая только черная? То есть прямо один в один такая же конфигурация, все так же? Да, все то же самое. Это «Аурус Сенат» лимузин, бронированная версия, собственно, оснащена она максимально возможными опциями, которые только могут быть на сегодняшний день. И у него точно такой жесткий пункт. Может быть, пару характеристик? Да сколько за сотки? Сколько жрет на сотку? То есть такие истории. Ну, смотри, так как все-таки это бронированный лимузин, здесь... Если он много, это не настолько важно. Главное, что автомобиль у нас получился комфортным для передвижения в первую очередь и безопасным. То есть это два, наверное, ключевых параметра, которые для автомобиля именно как бронированного лимузина важны. А если говорить уже в деталях, то здесь самая современная платформа, которая разработана с нуля. Да, то есть это гибридная установка, на борту V8 Twin Turbo мощностью 598 лошадиных сил, плюс электромотор на 62 лошадиные силы. А вот совсем недавно в этом году запустили завод по производству, по локализации в России. Все верно. По такой сборке дается само производство. Сколько будет локализованных, сколько будет иностранных комплектаций? На сегодняшний день мы уже можем заявлять, что количество компонентов российских локализованных порядка 50%. С точки зрения производства, о котором ты говоришь, который, собственно, в Елабуге был запущен, там уже идет полный цикл производства, начиная со сварки кузова. А сколько машин в год сможет Елабуг выпускать? Мощность завода до 5000 автомобилей в год. Какие комплектации будут выпускаться? То есть Сенат у него же... Да, все верно. У нас сейчас есть несколько модификаций, начиная от стандартной короткобазной версии небронированной, вот заканчивая топовым вариантом Сенат-лимузин, броня. Завод Елабуги пока будет производить только небронированные короткие версии. А кто основные потребители? То есть понятно, что высшие чиновники правительства, Путин-министры, наверное, еще кто-то... Здесь проще говорить даже в каком сегменте, да, да. То есть это бренд люксовый в первую очередь, собственно, приближающий конкурент это Роллс-Ройс и Бентли, ну и, собственно, целевая аудитория абсолютно та же самая. То есть это стоятельные люди достаточно, это владельцы какие-то компании крупные. Давайте салон посмотрим. Пойдем, конечно. Пойдем посмотрим салон. Седаны и лимузины Сенат – это основной продукт компании Аурус. И если изначально автомобили разрабатывались для российской политической элиты, то весной 2021 года появились версии для обычных людей. Ну, как для обычных. Цена авто в максимальной комплектации 24 миллиона рублей. И если вы захотите его приобрести, придется подождать. Линейка 2021 года раскуплена полностью. На авиасалоне в Дубае Аурус представил свой бронированный лимузин Сенат. К слову, такой автомобиль является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Как озвучили в компании, участие лимузина в авиашоу – это часть стратегического плана. Ведь в ближайшие десятилетия Аурус планирует активно продвигать свою продукцию на внешних рынках, в частности, в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Давайте присмотримся к нему получше. Дизайн вне времени. Пожалуй, так можно охарактеризовать экстерьер и интерьер люксового автомобиля. Внешне динамичный, брутальный, внутри автомобиль дарит невероятный комфорт. Натуральная кожа наппа, древесина ценных пород и велюр. И что самое главное – ощущение спокойствия. Уровень баллистической защиты VR8, VR10. Это максимально возможный уровень для легкового автомобиля. Кроме того, сенат-лимузин оснащен боестойкими колесами, пожаробезопасным топливным баком, системой пожаротушения и обеспечения чистым воздухом, внешним интеркомом, аварийным выходом. Кажется, его создатели предусмотрели все. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8, разработанного международной компанией инженеров при содействии компании Porsche Engineering. Мощность 598 л.с., максимальная скорость 250 км в час, ускорение до 100 км в час за 6 секунд. Девятиступенчатая коробка передач и полная адаптивность к различным климатическим и дорожным условиям. Ну и, конечно же, возможность персонализации авто. Цвет, варианты отделки, индивидуальные опции – все это доступно по желанию клиента. Ну что, друзья, вот мы внутри машины Путина. Дамир, давай продолжим. Расскажи, что в интерьере, из каких деталей он сделан, какие здесь навороты, фишки. Ну, из деталей он сделан максимально качественно. Ну, на самом деле, как ты видишь, да, так как это автомобиль все-таки лимузин, да, у него в первую очередь бросается в глаза, что, собственно, у него четыре кресла, да, они два, как мы привыкли на втором ряду, собственно, есть места для пассажиров и есть два кресла дополнительные, там, для, к примеру, каких-то помощников, переводчиков, если нужен, да, они раскладываются. Есть перегородка, есть экраны, вот столики ты уже успел достать, там, мультимедийная система. Особенность еще есть, так как я говорил раньше, что эта машина в первую очередь все-таки для безопасности, да, для безопасного передвижения. Конечно, посередине у нас нету стекол, да, мы сделали глухие вставки бронированные, но при этом для того, чтобы был обзор, у нас такая функция Panoramic View, она называется, собственно, дополнительные экраны, да, можешь видеть, что происходит наружу, да, то есть это очень высококачественные экраны с достаточно высокой частотой обновления, камеры четкие. Пару вопросов, это бизнес-проект или это государственная история, что мы такие крутые и классные? На самом деле, хороший вопрос, проект очень много имеет задач и целей, да, начиная от того, что, собственно, возник вопрос, что... Сколько нужно выпустить Aorus, чтобы это стал бизнес-проект, на нем можно было зарабатывать? Понятно, что первая машина никогда не окупится? Ну, по окупаемости я тебе не могу сказать, так как это я не особо владею этой информацией, безусловно, проект нацелен на то, чтобы быть окупаемым, да, что это, собственно, бизнес-проект, это не просто создание одного автомобиля. Вот, в первую очередь мы, собственно, создавали автомобиль для первого лица государства, для открытого рынка, да, но при всем при этом немаловажной задачей было наработать компетенции, потому что в стране нашей, именно в автомобильной индустрии за много-много лет... Да, мы ничего не создавали. ...компетенции, да, были утрачены, да, и именно для этого проекта создавалась, собиралась команда, ну, со всей России, а то и людей, которые уже успели где-то поработать там за рубежом. Упоминал до этого, что для того, чтобы бизнес-проект полетел, было более 60 кассдевов. Кто были эти люди, кто говорил, как должно быть устроено, как вообще бывает? Ну, про 60 человек я имел в виду это в рамках маркетингового исследования. Это мы спрашивали именно у представителей целевой аудитории, нравится ли им то, что мы делаем, какие-то функции, как это должно работать, как они привыкли там пользоваться теми-либо вещами. Вот, к примеру, столик выдвигаешь, да, сможешь, вот вам нравится такая конфигурация столика? Да, нет, что подправить, да, то есть... В общем, столик похож на бизнес-класс многих самолетов, то есть стандартная такая история. То есть, какая-то эргономия, какие-то материалы, дизайн. А в нашем случае... Воно одно есть у пары мэрсов. Если говорить именно о команде профессионалов, да, то это молодые ребята, там, с разных предприятий со всей России. То есть, это выпускники наших вузов, МАДИ, Строгановка, Бауманка. То есть, и вот постепенно, постепенно по крупицам собирали вот этих людей, людей, там, которые, как я уже говорил... А планируется международная экспансия, как она планируется? То есть, мы же не просто так с тобой сидим в Дубае или в Аурусе. Конечно, конечно. Ну, у нас уже есть партнеры здесь, в Эмиратах. Собственно, они как раз представляют наши интересы здесь. И планируется уже открытие точек продаж в ближайшее время. В дальнейшем и другие рынки тоже будут, собственно, открываться. То есть, это для этого делается. Автомобиль полностью соответствует международным требованиям по сертификации, по безопасности. То есть, конечно, для этого все поэтапно. Как я понял еще, что Аурус пошел дальше и появилась целая линейка. То есть, есть машина, есть вертолет, комфортное передвижение. И, собственно, недавняя новость. Суперджет теперь не только в Ливре, и там, Аурус, а еще и с внутренней начинкой. Может быть, пойдем посмотрим? Все верно, да, можем пройти посмотреть. Здесь идея в том, что, собственно, мы сейчас открываем новые какие-то направления. И вот это некое объединение, которое демонстрирует под брендом Аурус возможные технологичные проекты из России. То есть, вот на примере автомобиля мы показали, что, в принципе, в России можно создать гражданскую продукцию довольно высокого качества, которая может конкурировать на мировой арене. Вот, и почему бы этот бренд не использовать и на других продуктах? Тогда предлагаю перейти к вертолету. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Вертолет «Ансад Аурус» впервые был представлен на авиасалоне «Макс» в 2019 году. ВИП-модификация создана на базе вертолета «Ансад», который выпускается казанским авиастроительным заводом с 2013 года. На борт летательный аппарат может взять двух пилотов и пять пассажиров. Внутри предусмотрены два кресла для ВИПов и три места для сопровождающих. Комфорт обеспечивает самая большая кабина среди вертолетов подобного класса, за счет которой увеличено пространство над головой и по бокам пассажиров. Максимальная скорость – 275 км в час, дальность полета – 505 км, практический потолок – 5500 метров. Дизайн проект салона выполнен специалистами холдинга «Вертолеты России» и Института «Нами». Салон выдержан в стилистике машин «Аурус». Накопленный при создании автомобиля представительского класса опыт помог сократить время и затраты на разработку нового продукта. Сотрудничество с холдингом «Вертолеты России» стало для бренда «Аурус» первым шагом к выходу за рамки автомобилестроения. Оснащение вертолета соответствует его ВИП-статусу. Разработчики предусмотрели индивидуальное освещение, воздухораздатчики и USB-разъемы для каждого пассажира. Также на «Анса Таурус» установили светозащитную систему с сенсорным управлением. Эта технология впервые применена для ВИП-салона вертолета. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, продажа машины «Анса Таурус» планируется на уровне 20-25 экземпляров в год. Она ориентирована на рынок корпоративных и ВИП-перевозок. Вертолет «Ансад» многоцелевой, он используется в разных постасиях, то есть он как и медицинский, как и транспортный, вертолет ФЧС. То есть, я так понимаю, он имеет какую-то такую, что ли, наиболее универсальную базу для разных задач. И как раз-таки совместно с нашими ребятами из «Центра стиля», нашими дизайнерами. То есть это совместное творение вертолетов России и «Хансата» и «Нами» совместно, которые разработали внутренние дизайнеры? Да, наши ребята довольно плотно кооперировали с ребятами. Можно залезть, посмотреть. Очень много смотрели по деталям, по, собственно, эргономике. Я летал на «Робинсонах» много раз, ну, много раз, наверное, раз в 5-6. На таком не летал, но, наверное, точно хотел бы полетать. То есть внутри суперкомфортно, очень удобно. Это точно суперклассный представительский вертолет внутри. Внутри бизнес-история, а снаружи безопасность и комфорт. Новый бизнес-джет российского бренда «Аурус», представленный на авиасалоне в Дубае, не может не впечатлить. Здесь его прозвали «летающим дворцом». Созданный на базе сухой суперджет 100, он идеален для длительных круизов по небу. Так, заявленная дальность полета базовой версии новинки составляет 4710 километров. А с опциональным топливным баком лайнер способен преодолеть расстояние почти в два раза больше – 7200 километров. Этого вполне достаточно для перелета из Москвы во Владивосток без остановок и дозаправок. Салон очень просторный, разделен на три изолированные части. Первая может быть использована как рабочий кабинет и обеденная зона. Вторая – с диванами и ЖК-экранами, идеальна для отдыха и расслабления. Чтобы отдых сделать еще более атмосферным, в салоне можно включить цветную подсветку. А третья часть – это оснащенная всем необходимым спальня. В базовой комплектации «Бизнес-джета» усиленная шумоизоляция, передовая систему управления салоном самолета, Айфи ЕСС, СМС, кухня, три раздельных санузла. К слову, в разработку интерьера Ростех вложил около 900 миллионов. Немалая сумма, но и результат, согласитесь, неплох. За дополнительную плату самолет оборудуют выдвижным бортовым трапом, системой спутниковой связи, душевой кабиной, точкой доступа Wi-Fi и интернет-телевидением, работающим по протоколу IPTV. А еще опция «Умный борт» – это как умный дом, только на высоте 10 тысяч метров. Цены на Аурус Бизнес-джет варьируются от 39 до 50 миллионов долларов, и, как утверждают его создатели, цена лайнера на порядок ниже иностранных аналогов. Например, подобный самолет от Боинг будет стоить примерно 60-65 миллионов долларов. Это действительно самолет, который делал на базе сухой 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 сухой, который уже достаточно хорошо зарекомендовал себя на рынке. Но этот продукт очень сильно отличается от нашей базовой пассажирской версии. Основные отличия – это увеличенная дальность Пойоты, встроенный буртовой трап и VIP-интерьер. Также на самолете… Теперь столько можно летать на субежитии? На субежитии можно летать 7200 километров, то есть это можно совершенно спокойно, из Москвы до Владивостока, безпосадочно. То есть это 8 часов на цикл. А Москва-Нью-Йорк чуть покой. А Москва-Нью-Йорк нет, а Москва-Отава – да. Да, то есть до Канады летим, а до Америки погодят? Чуть-чуть. Еще чуть-чуть, но я полагаю, что в 1995 году это вот этот пассажир был за достойный. Супер. Можно тогда посмотрим, что там внутри. Что внутри, значит? Сейчас мы с вами находимся в передней северной зоне. Здесь у нас располагается трап. Трап таким образом выявляется? Да. Трап 10,3 метра. То есть совершенно спокойно можно в абсолютно любом аэропорту совершить посадку, даже если аэропорт, как у нас на сегодня в аэропорте всегда располагает в трапе, вы можете использовать свой встроенный дистантовой трап. Нажимается на кнопку, сам раскладывает, сам открывается. Здесь у нас расположены две клубки, соответственно, с этой стороны полноценная кофемашина, где может абсолютно разные готовить напитки, кучи, все что угодно. Микроволновка. Микроволновка, конвекторная печь и, соответственно, здесь у нас еще, у нас есть информационная печь, которая позволяет готовить блюда одновременно. Именно не разогревать, а готовить. Это большая разница. Можно позвать повара, и он подготовится. Да, совершенно верно. Отправление всеми системами у нас осуществляется с iPad или со своего приложения, которое можно точно так же совкащать его в телефоне. Также можно, конечно... Можно подсветку поменять? Можно поменять все. Можно купить подсветку, можно украсить технику, шторок. По-моему, это также что-то похожее бизнес есть. Что-то похожее есть, но все равно не так. Соответственно, все это происходит именно на управлении с iPad. Если это необходимо, то можно, конечно, воспользоваться и специальным управлением, которым каждый послужит. Точно так же можно адаптировать на себя высоту стола. Вы, собственно, не имеете... Вы, собственно, не имеете... И никак точно так же система выключения. Точно так же все, кроме местного приложения неба с iPad. Кресло... Значит, расфиксация. Дополнительное освещение и газоборку. Дополнительной особенностью является третий туалет. То есть, у нас есть санузелный туалет для может проводников и для пейпажа. Это непосредственно третий санузел, который для, соответственно, вот этих двух зон пейпаж. То есть, таким образом... Да, это не знаю. Таким образом, никто никому, скажем так, не мешает, не стесняет. Скоростная спутниковая связь. То есть, соответственно, можно совершенно спокойно проводить видеоконференции в полете. Можно смотреть кино в интернете. И, ну, все равно, можно чувствовать себя как другое. Здесь дополнительная такая функция комплектации стоит? Комплектация цены зависит непосредственно от выбора интерьерного решения, потому что у нас достаточно много интерьерных решений. Данное... Какой порядок от начала цены? Ну, воздушное судно, оно, скажем так, ниже средней рыночной цены, которая сейчас есть у Кангланау. Ну, процентов, как на 30-35. Ну, я скажу вам так. Так, зеленое воздушное судно, да, которое близится к новым интерьерам, без дополнительных опций, потому что интерьер – это очень ритуальное решение, и, соответственно, его цена может меняться. А базовое воздушное судно стоит от 40 км. Понятно. А дальше цена может, как бы, соответственно, меняться в зависимости от вот этого пола. Здесь у нас располагается тикван, который может быть трансформирован в полноценный завар. То есть стол, выезжая в пол, да, убирается в пол, и, соответственно, раскладывается и получается полноценное предпринимательное место. Точно так же кресла, которые раскладываются и, собственно, могут принимать различные, так сказать, уголки, да, направления. И самое, наверное, такое интересное, интересное новшество в самолете, которое, в общем-то, не характерно для маленьких газетов, это тушевая кабина. Тушевая кабина 80 литров. Соответственно, здесь установлена специальная новая система, которая регулирует подачу воды. Таким образом, нет. Риска того, что вы выйдете, как, значит, милингерой с 12 стульев, когда неожиданно закончилась вода. Система будет правила выдавать воду под нужным давлением для того, чтобы этого не происходило. И, соответственно, там установлен датчик, который показывает остаток воды. Вот, собственно, такой у нас получился самолет. Вывод такой. Для тех, кто зарабатывает, у кого стоимость дня больше миллионов долларов, то, видимо, надо покупать собственный жет. Потому что, если стоимость дня больше миллионов долларов, то в год не меньше 40 перелетов. И чтобы было комфортно высыпаться, то, в общем, всего лишь ничего. Надо зарабатывать 40 миллионов долларов в год. И может позволить себе собственный бизнес-жет. А в перерывах, пока он стоит, можно сдавать друзьям. Либо шерить с теми, кто еще не зарабатывает и хочет купить. Такие точно есть. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Спасибо вам.